Я Церковь Иисуса Христа, рад видеть всех вас, приятно быть в гостях, но дома лучше. Слава Господу за то, что Господь позволил нам собраться здесь, на этом месте. Давайте мы наше служение сегодня начнем с молитвы, попросим Господнего присутствия с нами и Его благословения. Господь наш, мы от всей души благодарим Тебя за Твою великую и дивную милость к нам, мы благодарим Тебя, что Ты любящий Бог, мы благодарим Тебя, что Ты так много сделал для нас, мы благодарим Тебя за Твое чудное спасение, мы благодарим Тебя, Господи, что Ты назвал нас своими, и как здорово осознавать то, что мы Твои дети, Твой народ, что мы не просто как-то понаслышке знаем о Тебе, но Ты живешь в нас, Ты поселился в нас и среди нас, Господи, и Ты очень близок к нам. Ближе, чем родители, ближе, чем дети, ближе, чем супруги, Господи, Ты близок к нам. Слава Тебе, Господи, что Ты любишь нас, слава Тебе, Господи, что принимаешь нас. Мы просим сегодня, чтобы Твоя благодать была над нами и с нами, и просим, чтобы сегодня Ты благословил это служение. Просим Тебя, говори к нам через Слово Твое, помоги нам поклониться Тебе, прославить Тебя, обратиться в молитвах наших, в пениях наших, вознестись к Тебе и прославить Тебя, Ты один достоин всей хвалы. Господи, просим Тебя, благослови тех, кто еще спешит сюда, благослови и огради в пути, просим Тебя, благослови и братьев, которые в пути добираются назад с этой поездки, Михаила Дмитриевича и брата Сергея, храни в пути, оберегай. Благодарим Тебя, что любишь нас, просим Тебя, чтобы Ты говорил нам через Слово Твое, благослови пение наше. Пусти имя Твоему Святому будет честь, хвала и поклонение Богу Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Братья и сестры, давайте споем все вместе вот такую красивую песню, такой псалом. «Отраду небесную для сердец нам послал Отец». Псалом номер 683. «Отраду небесную для сердец нам послал Отец, нам послал Отец». «Для радости ясной собрал Он нас, честь Ему за этот час». Всем привет! Всем привет! Братья и сестры, всем привет! Бог истрал чудный свет, будем радоваться в Нем. Собрание во имя Его, Иисус, быть заобещал, быть заобещал. Он хочет, что вечный наш с Ним в союз благодати возрастал. Всем привет! Всем привет! Братья и сестры, всем привет! Бог призвал чудный свет, будем радоваться в Нем. Мир этот не знает, он рады той, что Господь нам дал, что Господь нам дал. Молиться мы будем, чтоб Он благой вечно с нами пребывал. Всем привет! Всем привет! Братьям и сестрам, всем привет! Бог призвал чудный свет, будем радоваться в Нем. Приветствую вас, братья и сестры! Снова рад быть среди вас и снова рад стоять на этом месте. И каждый раз, когда я выхожу сюда, я выхожу сюда с трепетом, с волнением. Конечно же, лучше всех проповедь мог сказать только наш Иисус Христос. И когда Он говорил, люди понимали, у Него был очень правильный, аккуратный подход к каждому. И сегодня я также хотел бы с вами поговорить или порассуждать об одной, я бы сказал, проповеди, которую Иисус Христос обратил к народу. И давайте вместе с вами мы откроем Евангелие от Луки, 10 главу, и прочитаем с 30 стиха и по 37. На это сказал Иисус. Иисус Христос, проезжая, нашел на Него и, увидев Его, сжалился. И, подойдя, перевязал Ему раны, возливая масло и вино. И, посадив Его на своего осла, привез Его в гостиницу и позаботился о Нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал Ему, позаботься о Нем, и если и сдержишь, то более. Я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближним попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавши Ему милость, тогда Иисус сказал Ему, иди и ты поступай так же. Иисус Христос за Свою жизнь на земле, Он сказал немало притч. И вот эта притча, это одна из тех притч, которые Он обратил к народу. И вы знаете, что люди того времени, те простые люди, которые окружали Иисуса Христа, иногда для них было более понятнее, когда Иисус говорил притчами. И сегодня для нас, когда мы много знаем, когда мы много читаем, может быть, для нас иногда важнее, или хочется, может быть, услышать какую-то проповедь, которую скажет какой-то сильный проповедник, может быть, какие-то, знаете, такие мысли, которые нас наведут на... или так получится, что мы зададимся такими вопросами, придем домой, начнем изучать. Но иногда Иисус Христос говорил такими простыми притчами, которые были очень понятны народу. И лучше него никто не мог сказать эту притчу. И мы все знаем, читаем эту притчу, и я ее помню с детства, и даже как-то она у меня в памяти, я бы сказал, как бы так визуально, потому что в свое время наша молодежь делала такую постановку, и очень хорошо они показали вот этот момент, когда действительно вот этот человек шел, его избили, и, знаете, было очень так красочно, даже немножко была использована краска, чтобы показать вот эти вот побои на человеке. И передо мной эта картина, она визуальна. И, знаете, много раз я слышал проповеди, много раз я слышал проповеди именно на эту притчу. И люди неверующие, если вы им скажете, просто скажете, добрый самарянин, они сразу вам скажут, о чем идет речь. Многие даже вам скажут, если вы проявили какое-то благородство какому-то человеку, помогли, вам скажут, о, ну ты прям добрый самарянин. И все почему-то понимают, о чем идет речь. И мы, когда читаем это, также можем сказать, что да, это притча действительно вот о том, что нужно быть хорошим человеком, нужно всем помогать вокруг. И, в общем, ну в принципе, вот даже если есть человек, который тебе не друг, то все равно нужно помогать. Но я бы хотел, чтобы мы вернулись немножко раньше, в этой же главе и прочитали с 25 стиха. И посмотрели, когда была сказана эта притча. Евангелие от Луки, 10 глава, 25 стих. И вот один законник встал и, искушая его, сказал, Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему, в законе что написано? Как читаешь? Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему, правильно ты отвечаешь, так поступай и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? И Иисус приводит эту притчу, говорит о вот такой вот ситуации. Я вижу, что притча, которую сказал Иисус Христос, это был ответ на вопрос этого законника, который спросил, а что нужно делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Мы видим, что этот человек, так как его здесь заглавливают как законник, он знал закон, значит. И он знал, что в Ветхом Завете очень конкретно говорится о том, что если будешь исполнять закон, то ты наследуешь царство, царство небесное. И вот он, искушая, пытался, слыша то, что Иисус учит, он пытался, искушая, спросить, а что же мне еще сделать? Потому что в своей праведности он думал, что он уже всего достиг, что исполняя закон, он уже себе приготовил место на небе. Вот живя вот такой жизнью праведной, может быть, молясь несколько раз в день, давая десятину, приходя в храм, одевая на себя определенные какие-то одежды или атрибуты, которые показывают, что он действительно человек такой набожный, он уже определил себе место на небе. И здесь он, искушая, спрашивает Иисуса. Но мы знаем, что закон сам по себе, это не только... Мы знаем, что часть закона нам нужно исполнить, чтобы, как мы говорим, это что касается Бога. И часть закона, вторая часть закона или те законы касаются, как мы относимся к человеку. И он, Иисус спрашивает его, как ты читаешь? И возвращаясь в Ветхий Завет, в закон, этот книжник, вернее, закон, или человек, который исполнял этот закон, он говорит все правильно. Он говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и так не означая, и ближнего твоего, как самого себя. И я думаю, он своей такой праведности также подразумевал, что тот человек ближний, который сидит рядом, который находится рядом, может быть, это родственники, может быть, это люди, которые, вы знаете, делают добро, и мы говорим, вот это мой ближний. Но здесь Иисус показывает ему, что ближний – это не тот, который находится рядом и заслужил называться ближним, или получить такой статус ближнего. Вот он своими хорошими делами, знаете, заслужил называться моим ближним. И вот я к нему отношусь, как к самому себе. Но Иисус хочет сказать, что ближний – это не тот человек, который заслужил называться ближним, а это любой, кто находится вокруг тебя. И ближний – это не так, как… это качество человека, который, мы можем сказать, ближний, это не тот, который по отношению к нам заслужил это. Но как мы относимся. Если у меня есть человек-враг, который не любит, но я к нему отношусь с любовью, с пониманием, вот это мой ближний. И вот здесь он, вот этот законник, он спрашивает Иисуса и говорит, что хочет, знаете, вот так вот показать себя. Иисус обращается к нему и рассказывает вот эту притчу. Я бы не хотел, чтобы мы, смотря на эту притчу, знаете, так разложили ее, что как будто бы это правдивая история. Как вы понимаете, что здесь мы должны все равно помнить о том, что это притча. Мы можем сказать много проповедей о том, как вот этот священник, проходивший, как он был неправ, какое у него духовное низкое состояние, как он мог, он же священник, ткнуть пальцем на всех служителей в церкви, сказать, ага, оказывается, и служителя могут быть неправедны, ткнуть на всех хористов или на некоторых и сказать, ага, вот значит хористы какие. Но здесь мы должны понимать, что это притча. Здесь не показывается уровень священности или святости определенных людей. Здесь Иисус Христос хотел показать вот этому законнику и привел самый худший пример. Он взял пример самарянина и говорит, и кто из вас, может быть, кому интересно, вы можете прочитать или поискать, почему к ним так относились, почему к самарянам относились так плохо израильтяне. или, скажем, евреи, да. Поэтому Иисус приводит самый худший вариант, какой может быть вообще случиться. Представьте каждый из вас, что перед вами у вас в жизни есть человек, который вам сделал очень много плохого, который, может быть, сломал вам жизнь, может быть, из-за него у вас финансовые проблемы, может быть, еще что-то. Вот представьте такого человека. Иисус Христос приводит ту же самую картину на то время. И неважно духовный уровень вот этого священника или левита, здесь картина состоит в том, что вот этот человек, совершенно чужой, этому, которого избили разбойники, какую он проявляет к нему заботу. И Христос, говоря эту притчу, Он хочет показать, что каждый из нас, живя на этой земле, находясь в церкви, и это обращение касается также и нас, не только людей того времени, мы должны прожить жизнь так, чтобы мы могли угодить и Богу, и людям. Потому что, угождая Богу, мы можем настолько сконцентрироваться на том, чтобы угодить Богу, что мы можем забыть за людей, которые, опять же, не просто те, которые рядом с нами, а, может быть, забыть о людях, которые находятся с нами в каком-то конфликте, и, прожив несколько лет, мы не можем выйти на примирение какое-то. или человек, который сделал нам что-то плохое, мы не можем его простить. И здесь Христос вот этому законнику показывает, что невозможно приобрести Царство Небесное, потому что вопрос был задан, что мне сделать, чтобы наследовать это Царство Небесное. Христос говорит, что невозможно наследовать Царство Божие, только угождая Богу. И мы знаем, что в Новом Завете также написано, что если мы даже отдадим тело свое на сожжение ради Христа, а любви не имеем, то это нам никак не поможет. Потому что закон и все заповеди Иисуса Христа основятся не только на угождении Бога, а также на том, как мы относимся к человеку. Я бы хотел прочитать также, вернее, еще раз вот этот 33 стих до 35. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если сдержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Можно сказать, ну, как бы, очень такая история, знаете, странная. Ну, ладно, подобрал его. Оказал ему там какую-то первую медицинскую помощь. Но здесь он его возлагает на это животное, идет рядом пешком, привозит. Ну, хорошо определил в гостиницу. Но здесь еще, сверх того, он дает какие-то деньги и говорит, что если что, и сдержишь, я, вернувшись, я тебе возмещу это. И опять же, я хочу напомнить, что это не история, это притча. И для нас это знак, для нас это образ того, как мы должны поступать с теми людьми, которые нам совершенно не родны, которые не находятся рядом с нами, не делают нам, знаете, какое-то добро и заслуженно, мы потом относимся к ним хорошо. Мы должны с такой любовью, с максимальной заботой относиться к тем, кто, может быть, когда-то недружески посмотрел на нас, кто, может быть, когда-то сделал нам что-то и до сих пор какая-то обида. Может быть, кто-то обманул, может быть, что-то еще, но Иисус Христос говорит, что даже таких людей мы должны им показывать нашу любовь. И вот от этого уровня, насколько мы будем любить таких людей, настолько будет зависеть наше духовное состояние. И угождая Богу, мы также будем угождать людям, и через это мы сможем наследовать Царствие Божие. И я не знаю, как этот законник ушел, в каком состоянии, может быть, он также остался в своей какой-то, знаете, такой мнимой праведности, потому что Иисус Христос не раз обращался к этим служителям и обличал их в том, что их праведность только наружная, или какая-то оболочка такая, которая, которой они себя окружили, она выглядит праведно, но на самом деле у них есть определенные проблемы, и определенные проблемы, над которыми им нужно работать. И сегодня я бы хотел вас пригласить к молитве, чтобы мы каждый могли посмотреть на свою жизнь также, подумать о том, что мы все вместе стремимся в небесное царство. Каждый из нас желает когда-то достичь его рано или поздно, и проходя этот жизненный путь, стараясь угодить нашему Богу жить праведную жизнь, чтобы мы также не забывали, что очень многое зависит от того, как мы относимся друг к другу, относимся тем, кто, может быть, нам когда-то сделал больно, и, может быть, есть какая-то обида, и чтобы мы вместе могли, может быть, вспомнить о тех людях, может быть, как-то переосмыслить свою жизнь, и вот так вместе одной большой семьей мы могли идти в этот небесный дом. Слава Иисусу за все. Аминь. Помолимся. Спасибо. 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 Слава Иисусу за все. Слава Иисусу за все. Небесный Отец, благодарность Тебе и слава за то, что Ты, Господи, оставил на страницах Евангелия такие слова. Мы благодарим Тебя за это напоминание. Помоги нам, чтобы, когда мы, живя нашу жизнь, и заботясь о том, чтобы исполнить закон и угодить Тебе, чтобы мы также не забывали о том, что наши взаимоотношения с нашими братьями и сестрами, с теми людьми, которые, может быть, не называются нам братьями и сестрами, и, может быть, как-то причиняют нам какие-то, какую-то боль, какие-то переживания. Помоги, чтобы мы также могли налаживать с ними контакт, чтобы мы могли налаживать наши отношения с ними и проявлять любовь, заботу. И, Господи, благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам силы, Ты даешь нам, Господи, мудрости. Помоги, чтобы мы исполнили Твой закон в полноте. Прошу Тебя, помоги нам одной большой семьей достигать Царства этого небесного. Прибудь с нами, благослови то слово, которое будет звучать к каждому сердцу. И за все прославься, вечный Бог, Тебя, Сын Духа Святой. Аминь. Великий пример привел Иисус, этого человека, который, несмотря на предрассудки, вражду, которая существовала между двумя народами, он остановился, сжавелся, помог. Я хочу сказать, что в какой-то мере это отображает Иисуса, это отображает и то, что Он сделал для нас, потому что, несмотря на то, что люди распинали Иисуса Христа, Он молился о их прощении, несмотря на то, что они делали Ему больно, несмотря на то, что мы все, можно сказать, были виновниками распятия Иисуса Христа, Он сделал это для нас по своей великой любви и милости. Воистине велика Его любовь. Давайте мы сейчас встанем и споем общим пением 819 номер «Высока любовь и дивно». Давайте прославим Господа, потому что действительно Его любовь превосходит наше разумение. Песня «Высока любовь и дивно», «Высока любовь и дивно». Иисуса Христа Иисуса Христа Иисуса Христа Иисуса Христа Он в Родане Бессотрогель, чтобы мне туда войти. Подарил Он мне勝 sindie И прощает все грехи. Я на ногах спустился, Как заблудшая отца. Горь и скорби отомился, Он в грубе нашел меня. Он в ротах небеса трогает, Чтобы мне туда войти. Подарил Он мне спасение И прощает все грехи. Чудная любовь Иисуса, Все грехи Он не простит. Честь Ему хвала и слава, За меня Он кровь пролит. Он в ротах небеса трогает, Чтобы мне туда войти. Подарил Он мне спасение И прощает все грехи. Занимайте, пожалуйста, места. Братья и сестры, хочу спросить, Вы верите в то, что вы спели сейчас? По-настоящему? Что Он подарил спасение, Что Он прощает все грехи, Что Он небо открыл? Знаете, Я все еще под впечатлением того, Что вот и конференция проходила, Еще утром там участвовали, Говорили и вчера, и позавчера Это все было. И как-то мы говорили, Рассуждали о идентичности христианина. То есть, кто я на самом деле, Как христианин? Если я говорю, что Христос во мне, Что это значит? Если я Божье дитя, Что это значит? На самом деле, очень много Можно говорить об этом, И действительно, это великое богатство. Я буквально несколько слов хочу сказать И поделиться некоторым свидетельствами, Поблагодарить вас за ваши молитвы. Я в среду вернулся из Молдовы, Три недели там находился. Благодарю за то, что молились. Хочу просто короткое свидетельство сказать, Что действительно, думаю, Что это ваши молитвы И молитвы других людей, Которые помогли в том, Чтобы служение, которое необходимо было совершать, Совершалось. Когда я прилетел туда, Я прилетел 5 ноября, Где-то до 8-9 числа Я находился в Кишиневе. И нормально было, Там участвовал в служениях в двух церквях. В церкви Вифания, в церкви Вифиль. Вот, естественно, от них, от всех приветы. Вот, и там и в служении участвовал, С молодежью были общения, встречи. Даже в церкви Вифания с семейными парами было общение. Так вот, устроили. Это было так неожиданно немножко. Но, слава Богу, все было нормально. Интересно, потом я предложил братьям, Сказал братьям, тем, которые вызывали меня из Бельска, Говорю, если есть возможность, Или если я могу чем-то послужить, Дайте мне знать. И они предложили, Вот у нас есть в Гагаузии, Есть возможность провести несколько встреч. То есть, там регионально можно провести Своего рода конференцию о проповеди, Поговорить с проповедниками, со служителями. Они собрали, договорились с братом, Который ответственный за это служение, Там, в Гагаузии. И я поехал туда. То есть, через неделю после своего приезда В Молдову, в Кишинев я там был. Вы знаете, по дороге туда я заболел. Просто вот приехал туда, И горло чувствую, и вообще немножко, Ну, температуры вроде бы не было, Но чуть знобило, и горло. И я, ну, как-то так думаю, Говорить много надо. И как-то было бы неплохо, Чтобы выдержать это все. Но слава Богу, знаете, Я в этом вижу, что Господь благословил и помог. Несмотря на то, что чувствовалось, Что здесь все заложено было, Но говорить мог, и говорить мог нормально. Немножко голос изменился. Но горло не болело. И это хорошо. И провел то, что нужно было. И в пятницу вечером провел, наверное, Где-то часа четыре встречи С братским советом, С проповедниками, со служителями Чедер-Лунги. В субботу, где-то с девяти, с десяти часов До двух, до трех была встреча В поселке Светлом. Это там, где была, ну, скажем так, Это региональная встреча. Ну, наверное, было где-то до пятидесяти братьев приехало, Достаточно много. Знаете, и Господь помог, и нормально это было. Знаете, что я увидел? Одну вещь увидел, и где-то в какой-то мере я понимаю это. Но я хочу сказать, что... Вот что я увидел, один момент. Как-то вот присутствуя в церквях, Я видел, что у многих людей есть какое-то уныние. Думаю, что отчасти это, возможно, связано с ситуацией. Вы, наверное, слышали, что в Молдавии Там правительство, в правительстве неразбериха некоторое, Там полтора миллиарда долларов, Даже не долларов, наверное, или евро, или что-то такое. Украли, посадили премьер-министра. В общем, серьезные такие неприятности, разборки. В правительстве, может быть, это как-то выражается на людях. Люди где-то имеют какие-то серьезные недоверия правительству. Там стоят палатки в Кишиневе на Штефан-Чалмаре Напротив здания парламента. Палаточный городок небольшой. То есть люди действительно хотят где-то, чтобы была истина, И люди требуют этого. Но думаю, что вдобавок к этому есть еще какое-то другое уныние. Может быть, как-то люди думают, что вот нас мало, Кто-то там уехал на заработки, кого-то еще нет. Может быть, служителей не хватает, еще какие-то вещи. И где-то есть определенное, знаете, такое вот, Какое-то поникшее состояние. Друзья, я хочу сказать, что у нас тоже может быть такая тенденция. Хоть у нас и служителей вроде бы хватает, И в правительстве вроде бы меньше проблем. Но нам, людям, иногда свойственно вот такое вот, знаете, Вот посмотреть вокруг и забыть о том, Что у нас есть Иисус, Что у нас есть Бог. Мы иногда как будто бы погружаемся в траур, Как будто бы наш Бог умер. Как будто бы Он не имеет той силы, Не имеет той любви. Пусть Бог хранит нас от того, Чтобы мы погружались в этот траур, В это уныние. Пусть Бог поможет нам по-настоящему искренне верить, Что Он с нами сегодня. Он не только вчера помогал нам, Он не только во дни гонений помогал нам выстоять, Он и сегодня с нами рядом. Сегодня слышит молитвы наши, Он сегодня жив, мы Ему поклоняемся, Он с нами присутствует. Дай Бог нам действительно верить в это. Еще раз хочу поблагодарить вас за молитвы, И Господь благословил. Я еще позже скажу больше о тех служениях, О всем том, что было. Слава Господу, Это было не напрасно в городе Бельце, Когда мы участвовали в служениях этих конференций, Духовное обновление. Хочу сказать, что когда призывали людей к покаянию, К обновлению покаяния, Это касалось верующих людей, Членов церкви. Во-первых, здание было забито, Добавляли скамейки, И это уже было чудо, Потому что люди не только с города, Но с окружающих сел поприезжали. И были даже сокницы, Были даже еще с других мест, С бричанского района, С других мест. И знаете, в общей сложности, За этих полтора дня, Или, может быть, почти два дня конференции, Около пятисот человек, думаю, Обновили свое покаяние. Слава Богу, что Господь жив, Он говорит через свое слово. Это не то, что Какие-то большие люди что-то говорили, Нет, это Бог говорил. Несмотря на немощь человеческую, Бог говорил, Бог обращался, Бог касался людей. Я хотел бы, чтобы мы еще раз спели, Еще сейчас вместе спели одно пение, И после этого будет проповедь. Давайте споем Псалом номер 18. Брат, напомни мне опять. Мы нуждаемся в том, Чтобы нам периодически напоминалось О любви Господа нашего Иисуса Христа, Чтобы мы напоминали себе, Несмотря на трудности, Несмотря на проблемы, Несмотря на здоровье, Несмотря на отсутствие здоровья, Несмотря, может быть, На отсутствие каких-то других вещей, Чтобы мы напоминали. У меня есть Господь, Он любит меня, Он все сделал для того, Чтобы я был с Ним, Чтобы мы бодро шли за Ним И не унывали. Давайте встанем, споем. Брат, напомни мне опять. После этого будет проповедь. Брат, напомни мне опять. Слуки слов любви, Чтоб я сердцем мог понять Тайну слов любви. Без любви молится, В небу дук несется Славьте Христа, Славьте Христа, Славьте любовь Христа. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Сам Спаситель мир принес слуги слов любви, И гласят в утеху слез, слуги слов любви. Без любви вещает, грешных Бог спощает. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Дышат радостью святой Слуки слов любви Полных гимн и красотой Слуки слов любви Без любви Христовой Будет в жизни новой Славьте Христа, славьте Христа Славьте любовь к Христам Славьте Христа, славьте Христа Славьте любовь к Христам Приветствую, дорогие братья и сестры Благодарю вас за поддержку в связи с тем, что Папа наш ушел в вечность. Он большую часть своей жизни провел служение и был примером для остальных братьев и сестер. Именно как служить Господу, как любить Господа. Он был горячим очень христианином, горячим диаконом. И в пять часов в среду дыхание прекратилось. Рядом сидел брат мой, пресвитер церкви. И когда метастазы раздавили мужа легкие, и он покрылся, весь желтый сделался, сердце продолжало сбиться. Брат ему говорил, папа, смотри на Христа, чтобы сатана не украл у тебя веру в Иисуса Христа. Смотри, думай о Христе. И он открыл глаза и ушел к Богу. Он смотрел как бы вдаль. Что он видел, мы не знаем, но мы знаем точно, что он у Господа. Вы знаете, что большинство современных людей считают, что вечная жизнь, она недосягаемая. И многие считают, что если даже возможно достичь ее, то нужно что-то сделать хорошее, нужно приложить максимум усилий, сделать добрые какие-то дела, тогда ты, может быть, ее и получишь. Особенно это заметно в православном вероисповедании. Лжесвидетели Иеговы также. Я не ошибся, говоря о лжесвидетелях, потому что они не знают Иегову истинного. Истинную Иегову знаем мы, потому что Христос это и есть Иегову. И он говорил, приготовьте путь. И оригинал говорит Иегове, Христос это и есть Иегова. Но это отдельная тема для размышления. Иеговисты также рассчитывают на спасение благодаря добрым делам. Они считают, что чем больше ты раздашь литературу духовную в их понимании, такие как вестники царства, пробудись, стражевая башня и прочий мусор. И они думают, что этим самым они заработают себе жизнь вечную. Вопрос спасения волновал людей, живших много лет тому назад. Мы сегодня будем с вами читать об одном человеке, который искал путь на небо. Причем искал искренне, искал от всего сердца. Он был недалек от вечной жизни, еще полшага и он с Господом, но, к сожалению, он вечную жизнь так и не приобрел. Давайте вместе прочитаем об этом человеке из Евангелия, Матфея, 19 глава, 16 стиха. Если брат прочитал об одном человеке, он подошел к Иисусу, здесь тоже один человек подошел к Иисусу. Это уже другой случай. Евангелие от Матфея, 19 глава, 16 стиха. И вот некто подошел и сказал ему, учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, какие? Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне? Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною. «Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим истинно, говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще, говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышавшие это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? А Иисус, возрев, сказал им, человекам это невозможно. Богу же все возможно. Три евангелиста повествуют об этом человеке, который назван здесь как некто. Если собрать все повествования воедино, мы увидим с вами полную картину, описывающую вот этого человека, как назван здесь некто. Этот человек был молодым, этот человек был начальником, этот человек был богатым, и плюс ко всему он был религиозный. То есть молодой, богатый, религиозный супервайзер. Этот молодой, богатый начальник очень искренно жаждал найти путь на небо. Эта история показывает нам с вами четыре неверных убеждения о приобретении вечной жизни. То есть каким образом можно приобрести вечную жизнь. Первое. Все абсолютно, кто приходит ко Христу, обязательно наследуют жизнь вечную. Мы прочитали с вами в 16 стихе. И вот некто, подойдя к нему. Этот некто завел диалог с Иисусом, и евангелист Марк очень красочно описывает эту картину. Он не просто описывает, что вот подошел некто. Смотрите, когда выходил он в путь, Христос в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его. Он не просто подошел, он подбежал, он упал перед Иисусом, перед Христом. Этот молодой, богатый начальник никого не постеснялся, прилюдно упал перед Христом на колени. Братья и сестры, давайте мысленно вернемся к нашему времени. Представьте себе, что в наше собрание приходит человек, молодой человек, мы его знаем. Он не последний человек в Бруклин-парке. Это, более того, он начальник, он занимает положение определенное, он богатый, он влиятельный. Более того, он не совершает больших грехов, он благочестивый, так скажем, по человеческим меркам. Он не курит, он не пьет, он не матерится и так далее, и так далее. Все, что можно приписать хорошему человеку, моральное качество, вот он в лице этих людей. И вдруг он вобегает вперед, перед кафедрой, падает ниц и начинает молиться. Навряд ли кто стал бы сомневаться у искренности, потому что в искренности и в том, что он приобрел вечную жизнь, потому что он преодолел действительно сложный путь. Он не посчитался своим положением, он пришел, он упал, он поклонился, он молился. И мы, наверное, скажем большинстве своими, он спасен. Более того, ему нужно преподать крещение прямо сейчас же. А может быть, кто-то и сказал бы еще, да ему и в каяться-то не в чем. Вообще хороший человек, зачем ему в каяться вообще пришел? Ведь такой хороший, никто за ним ничего не наблюдал плохого в жизни, и вдруг он здесь покаялся. Но Слово Божие дает такому человеку другую оценку. Он был на пути спасения, но он не был спасен. Он был недалеко от Царства Божия, но так и не достиг его. В Писании мы читаем еще об одном человеке, который тоже почти сделался христианином, почти вот достиг Царства Небесное, но упустил эту возможность, упустил жизнь вечную. Это царь Агриппа. Помните Деяние 26 глава, 28 стих? Агриппа говорит Павлу, когда Павел благовестовал ему, он говорит ему, ты немного убеждаешь меня сделаться христианином. То есть Агриппа говорит, Павел, ты почти убедил меня. Чуть-чуть еще, и я сделаюсь христианином. Дорогой друг, может быть, ты сегодня очень близок к Иисусу Христу, и Слово касается тебя, и ты почти уже в церкви, ты почти уже в числе спасенных, но вот что-то тебе сегодня мешает подойти к Христу и преклониться пред Ним, исповедуя свои грехи. Я знаю, что многие уже сделали первые шаги ко Христу, но вот, к сожалению, все еще что-то держит. Некоторые люди сразу приходят, некоторым время нужно, года нужно, они идут потихоньку, постепенно, идут к Иисусу Христу, ну вот, не хватает еще какого-то толчка, не хватает рывка какого-то, и чтобы приобрести жизнь вечную. Посмотрите, в Иезекииле мы читаем с вами 11 глава 19 стих, «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Им не хватает рождения свыше. Один шаг – это рождение свыше. Рождение свыше, оно дает новое сердце человеку, которое думает по-другому, разговаривает по-другому, цели свои жизненные устраивает по-другому. Апостол Яков во 2 главе 18 стихе, когда пишет о том, что «ты имеешь веру, а я имею дела, покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру моей сделан моих», он не утверждает вовсе, что делами можно спастись. Хотя я встречал таких проповедников, которые считают, что этот текст считает, что делами можно спастись. Иначе этот текст противоречит другим текстам Священного Писания, где говорится о том, что мы благодатью спасаемся через веру и не от дел, чтобы никто не хвалился. Но Яков помогает распознать истинную веру. Истинная вера, на самом деле, она всегда сопровождается делами. Мы часто стимулируем людей в церкви, ну начни же делать добрые дела наконец-то, ну сколько можно. Ты вот верующий столько лет, а от тебя и не видно дел никаких. Начни жить по-христиански наконец-то, ну перестань же наконец-то грешить, перестань сквернословить, покажи свою веру, ну начни любить свою жену, ну начни ходить в церковь. Мы поощряем людей? На самом деле, мне кажется, что мы не тем занимаемся. Если у человека нет жизни христианской, и это сигнал всей церкви, спасен ли он вообще? А может быть, он самообманывается, или мы его самообманываем? Мы стимулируем его к добрым делам, а у него жизни нет вообще никакой. Далее апостол Иаков в этом же контексте, в 3 главе 12 стихе, пишет, когда говорит о языке, он пишет следующие слова, «Не может братья мои смоковницы приносить маслины или виноградные лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду». Он не то что говорит христианам, ну изменитьесь, вот поскольку один источник не может приносить и сладкую, и горькую воду, также и христианин не может поэтому изменить свою речь. Мне кажется, он говорит здесь о другом. Он говорит о том, как распознать истинную веру. Он говорит, что не может. Если же это происходит, что-то ненормальное в жизни человека, скорее всего, что-то не то, в его сердце. Очень четко была подмечена цитата, когда слышали проповедь на Якова некоторое время назад. Язык показывает состояние сердца. Мы призываем людей, чтобы они изменили речь свою. А что толку, если сердце не изменено, если нету сердца нового? По-другому невозможно. Это точно. От избытка говорят уста. От избытка сердца говорят уста. Что в сердце, то на языке. И таким образом, не все приходят ко Христу, не все приходящие ко Христу обязательно наследуют жизнь вечную. Это всего лишь часть пути. К Христу нужно идти однозначно. Но мы сегодня разоблачаем вот эти ложные убеждения, что вот только так и по-другому. Но посмотрите, эта история учит нас с вами не только этому. Здесь мы видим с вами второе неверное убеждение. Есть такое убеждение, что все, кто исповедует Иисуса Христа, обязательно наследуют жизнь вечную. А может быть, кто-то скажет, а что, разве не так? Я ведь так всегда и думал, этим и живу. Но посмотрите, что говорит Священное Писание. Матфея, 19 глава, 16 стих. Что он сказал? И вот некто, подойдя, сказал ему, что он сказал? Учитель благий. Этот молодой человек исповедовал Иисуса Христа как Бога, потому что словом благой могли называть только Бога, и он назвал его Богом. И Христос отвечает ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог. Он ему как бы намекает и призывает призадуматься. И ты понимаешь, что приписываешь мне то, что принадлежит только Богу. Ты сам-то думаешь, что ты говоришь. Ты понимаешь, что приблизился очень близко к этой истине. Знаете, сегодня многие люди очень близки к истине. Они исповедуют Христа как Бога. Есть такие люди. Они сегодня украшают жилища своей иконами, где изображен Христос, панель своего любимого автомобиля. Люди сегодня одевают крестики, на котором распят Христос. Люди совершают великие паломничества ради Иисуса Христа. Люди сегодня жертвуют большие деньги на постройку какого-то духовного учреждения или церкви. У многих везет на бампере символ христианства, рыбка, которая пришла с древности, со времен гонений. Многие украшают дома свои рождественскими атрибутами. Люди вроде как бы исповедуют Иисуса Христа. Они признают вроде как, что и Христос есть Бог, но все же остаются неспасенными. Посмотрите на другой пример Священного Писания. Он записан, мы не будем его читать, он был большой текст, Матфея 25 глава, с 1 по 13 стих, но там притча о девах. Вы знаете, есть пять разумных дев и пять неразумных дев. Вот посмотрите, я хотел бы посмотреть на неразумных дев. Какой прогресс в своей жизни они совершили, идя за Господом? Они названы девами. А кто назван девами еще? В Откровении мы читаем с вами в 14 главе, что 144 тысячи, которые стояли с санкцием на горе Сион, названы девами. Почему? Потому что они не были осквернены развращенностью, которая присутствует в мире через похоть. И эти девы, они не были развращены вот этой похотью. Они берут свои светильники, то есть они исповедуют Иисуса Христа. Они имели какое-то масло в своих лампах, то есть у них были определенные убеждения, у них была определенная вера, но не спасающая вера, которая доводит нас до Иисуса Христа. Они шли, их исповедание не было пустым исповеданием, они что-то делали в своей жизни. Они выполняли какие-то обязанности, они выполняли какие-то обряды и много-много разных дел. И более того, они вышли, мы читаем, они шли и вышли, то есть они оставили многих позади, они вышли вперед навстречу к Иисусу Христу. Они вышли вместе, более того, они вышли вместе с мудрыми девами. Они присоединились с тем, кто принадлежал Господу Иисусу Христу и были вместе с тем, вместе с церковью. Они вышли навстречу жениху. Более того, когда они услышали крик о приближении жениха, они встали и поправили свои светильники. Посмотрите, далее, они искали истинную благодать. Они говорят, дайте нам вашего масла. Они искали вот эту благодать. Вы знаете, в чем глупость их состоял? Дело в том, что время благодати, которое они подобрали для себя, было слишком поздно. Раньше надо было искать эту благодать. Ведь благодатью мы спасаемся, не делами. Они много дел совершили, но они никогда не знали, что такое благодать. Смотрите, что Господь им сказал. Он говорит, не знаю вас. Они пошли в погибель. Вы видите, братья и сестры, какой долгий путь. Прошли вот эти делы. Они выглядели очень хорошо. Не отличишь от других пяти дел, но пошли в погибель. Сегодня многие, ходя на собрания, обманываются. Они думают, что спасены, но на самом деле нет. И как это происходит? Дело в том, что многие к церкви присоединяются по неправильным мотивам. Некоторые находятся в церкви, потому что им нравится церковное пение, но не более того. Хорошо поют, красиво поют, располагает дух как-то, душу. Хорошо. Некоторые ходят в церковь, потому что им нравится общество добрых людей. Ну, хорошие здесь люди. Зла не причиняют, хорошо с ними пообщаться, хорошо чаек попить. И все на этом. Некоторые в церкви, потому что в церкви помогают. Поэтому они в церкви, особенно это было заметно в 90-х годах, когда границы открылись, и когда в церкви стала поступать гуманитарная помощь из США и из Германии, церкви буквально наполнились прихожанами, так скажем, людьми наполнились. А потом, когда гуманитарка закончилась, что-то и желание пропало у людей посещать, собрание. Почему? Гуманитарки нету. Неправильные мотивы были. Ходили на собрание, а гуманитарка была, а теперь вот ее нету. Хорошее желание. Братья и сестры, вот я не осуждаю, конечно, и не имею права осуждать, просто хочу поделиться своими наблюдениями. Может быть, в какой-то степени это наша с вами вина. Вот когда церкви в бывшем союзе опустили из-за большой эмиграции, получилась следующая картина. Многие служители стали перезадачей. А как же мне пополнить церковь? А где же взять людей? А какие методы работают, чтобы люди уверовали в Господу? Как заполнить ряды пустые? Более того, появилось очень много разных книг, таких, которые якобы помогают пополнить церковь. Пять шагов успешной церкви, шесть принципов растущей церкви, десять принципов, как наполнить церковь и тому подобие. Я просто ультрирую, но наподобие есть такие книги. И служители в бывшем союзе, они бросились буквально в поиски секрета успешной церкви. Одни рекомендовали наполнить церковь благодаря социальным программам. Ну вот, как я уже напомнил, напомнил вам, одна из программ, это гуманитарная помощь. Или некоторые советы открыть при церкви парикмахерскую бесплатную. Вот люди будут приходить встречу с ее таким образом, будут слышать Евангелие, вот и вроде как, как-то мы завлечем их. Кто-то предлагает открыть спортивный клуб при церкви, вот, футбол, теннис. В большинстве случаев, братья и сестры, это не работает. Хотя это неплохо, если в церкви это присутствует, и мы это делаем для своих детей при правильных мотивах. Но почему в большинстве случаев это не работает? Хочу показать вам один текст, где Христос дает ответ вот на этот вопрос. Это записано Евангелие от Иоанна, 6 глава, 24 стиха. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 24 стиха. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, не учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему, «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Это произошло после того, когда Христос накормил пять тысяч людей, мужчин. Там сказано, двумя рыбками и пятью хлебами. И вот, когда все это произошло, люди покушали, люди наелись, Христос повелел ученикам переплыть на ту сторону моря, сам пошел на гору помолиться, мы знаем эту историю, потом он ночью встретился с учениками, идя по воде, и потом они все вместе приплыли на лодке по ту сторону моря, и когда они приплыли, народ там уже встречал Иисуса, и более того, народ, который был по ту сторону моря, по ту сторону берега, тоже приплыли, много лодок приплыло, они покушали, И они приплыли искать Иисуса сюда, и они спрашивают, Иисус, как ты? Мы видели, что лодки уплывали без тебя, ты же вроде как ушел на горы, а вот сейчас приплыли, мы увидели тебя здесь. Но не это самое главное, Господь, и Он говорит им точно, вы, говорит, ищите Меня, не потому что видели чудеса, но потому что ели хлеб и насытились. Вы искали Меня не по тем причинам, не по тем мотивам. Вам хлеб нужен, поэтому вы Меня ищите, вам социальные программы нужны. Знаете, чем людей привлечешь, затем они будут идти. Это уже проверено на практике. Те церкви, которые попробовали привлечь людей теннисным столом или парикмахерской, стоит только забрать вот это, и люди перестают в церковь ходить. Почему? Они ходят только ради этого. Им не Христос нужен. Им социальные программы нужны, им помощь нужна. И больше ничего им не нужно. Христос говорит, Он осуждает их. Мы бы сказали, наверное, Господи, посмотри, какая программа хорошая, кормить людей хлебом. Посмотри, эта программа точно работает. Люди идут за тобой, толпой идут за тобой, где бы ты ни находился. Ты уплыл на другую сторону моря, они и здесь тебя нашли, эта программа работает. Давай дальше будем кормить людей хлебом. У нас будет столько много учеников. Но посмотрите, что отвечает Христос. Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, а потому, что ели хлеб и насытили. Оказывается, много людей идут ко Христу не ради самого Иисуса Христа и не ради жизни вечной, а ради того, чтобы покушать хлеб. Ради своей собственной выгоды. В другом тексте Христос скажет следующие слова, не всякий, говорящий Мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Давайте посмотрим на Иуду, какое благочестивое исповедание было у Иуды. Посмотрите, он последовал за Христом, когда Христос позвал его. Он оставил все ради Иисуса Христа. Он изгонял бесов во имя Иисуса Христа. Он ел и пил за столом со Христом, но все же Иуда оставался лицемером. Он так и не достиг Царства Небесного. Есть высказывание такое. Большинство исповедующих Сына Божия, подобно лилиям, выглядят красиво, пахнут дурно. Или как перец, острый во рту, но холодный в желудке. Самое прекрасное кружево может быть пришито к самой грубой одежде. И следующая цитата. Многие исповедующие Христа похожи на страуса, у которого большие крылья, но который не летает. Многие имеют эти крылья искреннего исповедания, но все же не используют их, чтобы взлететь ввысь в духовном стремлении и святой жизни. Братья и сестры, давайте сегодня встанем и будем трепетать перед Иисусом Христом. Проверим свое сердце. А в каком состоянии я? Если девы, вот эти пять дев, которые совершили такой прогресс, серьезный прогресс в своей жизни, не достигли вечной жизни, то я где? Не дай Бог, чтобы кто-то из нас оказался в подобной ситуации. Они никогда не знали, что такое благодать, что такое прощение грехов, что такое рождение свыше. История с богатым юношей показывает нам не только на неверное убеждение, что все, кто приходит ко Христу, обязательно будут спасены. И все, кто исповедует Христа, обязательно будут спасены. Но эта история показывает нам еще на третье неверное убеждение. Посмотрите. Делай добро, и будешь иметь жизнь вечную. Посмотрите на 16 стих. Снова. И вот некто, подойдя, сказал ему, учитель благой, и хочу выделить, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную. Проблема юноши была в том, что у него было ложное представление о вере. Сам вопрос выдает юношу, как он собирался спастись. Посмотрите. Он рассуждает в категориях действий и поступок. Он подобен фарисею. Думает о соблюдении каких-то правил и соблюдении каких-то норм. Он думает о достижении положительного баланса в отношении с Богом путем соблюдения добрых дел, законов. Совершенно очевидно, что он не имеет никакого представления о вере, милосердии и благодати. И далее Иисус пытается привести его к правильному взгляду. Иисус отвечает ему в его же выражениях. Он велит ему соблюдать заповеди. Христос показывает ему, что невозможно этим спастись. И он сам его наводит. Как он думает? Он думает, что спасется делами. Христос на его языке и же разговаривает. Он говорит, соблюди заповеди. Юноша интересуется, а какие заповеди ты имеешь в виду? Господь. И после чего Иисус приводит ему пять из десяти заповедей. Это те заповеди, которые относятся к категории взаимоотношений с людьми. И почему? Может быть, этот юноша разбогател и сделал карьеру, а потом забыл о своих родителях. Почему Христос ему показывает на эти заповеди? Может быть, он перестал заботиться. Может быть, он стал стыдиться своих родителей. Иисус наводит на мысль, как он относится к своим собратьям. И юноша ответил, что он соблюдал все заповеди. И тем не менее, он знал, что чего-то он не выполнил. И потому Иисус сказал, чтобы он продал свое имение, раздал нищим и следовал за ним. Есть еще одно описание этого события. Знаете, есть Евангелие от евреев. Оно не вошло в канон. Но просто там красочно описывается вот это событие. В нем мы находим дополнительную информацию. Один богатый человек сказал ему, наставник, что хорошего должен я сделать, чтобы жить? Он сказал ему, исполняй законы пророков. Он ответил ему, я исполнил их. Он сказал ему, пойди, продай все, что ты имеешь, и раздай бедным, и следуй за мною. Но богатый начал чесать голову, и это не понравилось ему. И Господь сказал ему, как же ты говоришь, что исполнял законы пророков, когда в законе сказано, люби ближнее твоего, как самого себя. И вот смотри, многие твои братья, сыны Авраама, одеты в лохмоте, умирают от голода, а твой дом имеет массу хороших вещей, и нисколечко из этого не достается им. Чесал голову. Очень жалко раздавать нищим то, что имеешь. Вот ключ ко всему отрывку, братья и сестры. Юноша утверждал, что соблюдал закон, и в представлении законников, может быть, так оно и было. В представлении людей, может быть, так оно и было. Но на самом деле, посмотрите, Христос показывает ему, что ты закон не соблюдал. И вообще законом невозможно спастись. В конце концов, юноша отошел опечаленный. Он не принял предложенные данные ему, потому что у него было большое имение. Трагедия его заключалась в том, что он любил вещи больше, чем жизнь вечную, больше, чем Иисуса Христа. Вещи любил больше, чем людей. Юноша был эгоистом. Что толку падать перед Богом на колени, исповедовать его Господом, но остаться равнодушным к нуждам людей? Что толку называться христианином, но иметь черство и сердце? И последнее. Эта история показывает нам на четвертое неверное утверждение. Соблюдай заповеди, и будешь иметь жизнь вечную. Мы читаем с вами, если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Кто-то, может быть, скажет, ну все правильно, я так и думал всегда. На самом деле Господь разговаривал с ним, как я сказал уже, на том языке, на котором он заговорил. Юноша хотел попасть на небо, опираясь на свои собственные дела, опираясь на закон, на соблюдение закона. И Христос показывает этими словами, насколько высок уровень требований, которые устанавливает Бог. И тщетно, тщетность попытка, тщетно вот спастись соблюдением этого закона. Это должно было привести молодого человека к осознанию того, что невозможно безукоризненно соблюдать закон. И он уверен, что полностью, но юноша заверяет Христа, юноша убеждает Иисуса Христа, что он полностью соответствует стандартам Царства Небесного. Христос в истории желает показать, что законом нереально спастись. Потому что вот евреям мы читаем с вами в 7 главе, в 19 стихе, «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Эфесянам мы читаем 2.8, «Ибо благодатью вы спасены через веру и сияние от вас, Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился». Братья и сестры, многие неправильно воспринимают благодать. Кто-то думает, что если приобрел спасение по благодати, ну теперь что хочешь, то и делай, ведь благодать она все покрывает. Можно курить, пока никто не видит, можно где-то позволить себе спиртное, пока никто не видит, ну для здоровья только. Ведь никто не увидит, я никому не послужу преткновением. Можно посмотреть непристойный фильм, все равно никто не увидит. Можно обмануть соседа, начальника, можно накричать на жену, вместо того, чтобы мужья любите своих жен, некоторые воспринимают, как лупите своих жен. Ведь я живу по благодати, делаешь все, что хочешь, благодать все сотрет. Вот я скажу следующее, в ваших глазах, если вы так думаете, благодать слишком дешевая. Это ошибка, вы недооцениваете благодать. Благодать, она слишком дорогая, чтобы так к ней относиться. Цена благодати – это жизнь Иисуса Христа, это смерть Его. Он отдал свою жизнь ради того, чтобы мы были спасены по благодати. Цена благодати слишком высока. Может быть, друзья, кто-то из вас находится в другой крайности. Ты смотришь на свою жизнь и радуешься, что ты хороший человек, живущий по справедливости, по возвышенной морали, и придраться-то к тебе и не к чему. И ты успокаиваешь себя тем, что все в твоей жизни хорошо, ты никого не обидел, ни у кого ничего не украл, исполняешься заповеди. Боже, ты послушен. Но, возможно, ты сегодня прошел сложный, огромный путь на небо и достиг той же ступени, что и те пять неразумных дев. Может быть, как этот юноша, ты много что совершил, но вот одного тебе не достает. Признать благодать Господа, преклониться пред Ним и посвятить Ему жизнь свою. Богатый юноша был на пути спасения, но в конце концов оказался испорченным лицемером. В конечном итоге он оставил Христа и предался своим собственным похоти. С другой стороны, когда человек уверяет Господа, уповая на благодать Его, как следствие, он обязательно будет исповедовать Иисуса Христа. Он будет делать добро, он будет стараться исполнять заповеди. Но, посмотрите, есть разница. Когда я исполняю заповеди, соблюдаю что-то, делаю добро, когда я делаю ради того, чтобы заработать спасение, не заработайте спасение. В погибель пойдете. Но когда вы уверовали в Господа, и благодать коснулась вас, и вы посвятили свою жизнь Господу Иисусу Христу, как следствие, вы будете совершать добрые дела из-за любви к Господу. Не потому, что вы хотите заработать себе жизнь вечную, потому что вы любите Господа, и вы по-другому не можете. Вы не можете не совершать добрые дела, вы не можете не посещать молитвенный дом, вы не можете по-другому. Я встречал в своем служении одну престарелую женщину, на тот момент ей было 82, хорошая, добрая, опрятная женщина. Очень тяжело, никогда замужем не была, очень тяжело было убедить ее в том, что она нуждается в покаянии, что она нуждается в Иисусе Христе. Она говорила, ну, Максим, ну мне кается, ну не в чем перед Богом. Ну я никогда, на самом деле, в жизни, она со слезами говорит, я никогда в жизни никого не обидела. Я никогда никого не украла, хоть я и коммунисткой была, но я была честной, справедливой коммунисткой. Я родителей своих слушалась, я вела благочестивый образ жизни. Ну, в чем же мне кается? Очень тяжело было добиться от нее покаяния. И она так и не могла раскаяться, не могла понять, что она тоже нуждается во Христе. Что она унаследовала грех от своих прародителей, от Адама и Евы. То, что она не верила в своей жизни, это уже грех, самый большой грех неверия. Был промежуток в жизни, когда она не верила в Господа. Это самый большой грех. И она никак не могла осознать свою нужду в Иисусе Христе. Я, говорит, за собой ни одного греха не вспомню. Друзья, человек, как тот богатый юноша, как те пять неразумно дев, рассчитывал на свои добрые дела. Им не нужен Христос. У них есть добрые дела, зачем им Христос? Им не нужна благодать, потому что у них есть дела. И таким образом они идут в погибель. Как хорошо, когда человек уверует в Господа, получив рождение свыше, осознав свою беспомощность, как тот мытарь, который бил себя в грудь, молил Бога о прощении. Хочу разочаровать некоторых, братья и сестры, которые считают, что оправдаться можно двумя путями. Можно оправдаться, творя добрые дела, и можно оправдаться исповеданием. Слово Божие учит ясно, что делами не оправдается никакая плоть. Что же происходит в Луке 18.14? Не хочу никого подорвать недоверие к синодальному переводу. Очень замечательный перевод. Очень лучший перевод на самом деле. Учитывая то, что этот перевод составляли православный. Они составили в своем контексте, они сделали маленькую поправку. Если вы откроете оригинальный текст, вы не увидите там слово «более», но не найдете там. Лучше было бы перевести этот текст так. «Сей пошел оправданный дом свой, но не тот, но не тот. Ибо всякий возвышающий себя унижен будет, а не унижающий себя возвысится». Значит, текст подразумевает, ага, можно и добрыми делами оправдаться перед Богом. Ну, чуть меньше, но тоже оправдываешься. А можно вот просто вот бия себя в грудь, исповедовать Иисуса Христа и все. Нет, он не пошел оправданный дом свой, потому что он рассчитывал на свои добрые дела. Я много что делаю, Господи, ради тебя, но в тебе нужды у меня нету. Мне не в чем каяться перед тобою. И таким образом я иду на небо. Нет, это ложно. Он не пошел на небо, он не приобрел жизнь вечную. А вот тот, который бил себя в грудь, который признал свою нищету перед Богом, который осознал свою нужду в Иисусе Христе, бил себя в грудь, он пошел оправданный. Друзья, я хотел бы сегодня призвать вас к молитве. Если вы в мире с Богом и уповаете на благодать, и у вас все хорошо в жизни христианской, давайте воздадим ему славу в молитве. Если Слово Божие осуждает сегодня тебя и меня, и призывает Ему посвятить жизнь свою, может быть, снова, если в чем-то Слово Божие обличает меня, нужно покаяться и идти за Богом. Пусть Господь поможет нам во всем. Аминь. Давайте помолимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Благодарим тебя за Евангелие, которое ты нам дал через Иисуса Христа, что Он пришел в этот мир умереть за мой грех, за грех каждого человека. Теперь всякий, кто призовет тебя, спасется, Господь, кто призовет с верою, с надеждой, кто получит рождение свыше, ты обещаешь жизнь вечную. Благодарим тебя за эту надежду, за это упование. Я прошу тебя, чтобы ты проверил сегодня мое сердце, сердце каждого стоящего пред тобою. Какие взаимоотношения у меня с тобою сегодня. Помоги, чтобы каждый из нас имел истинную благодать пред тобой. Чтобы мы совершали добрые дела, и они были как следствием того, что ты живешь в нас, Господь, но не наоборот. Чтобы никто из нас не обманулся, уповая на добрые дела, иметь жизнь вечную. Не дай, Господь, этого. Открой глаза, если это происходит в чьей-то жизни. Помоги искать тебя. Даруй Духа Твоего, Святого, Который дарует рождение свыше, Который дарует и Твою благодать, Который дарует спасение и радость вечную. Благослови всех нас в этом. Проверить сегодня себя, поправить свой светильник. Идти за тобой, потому что ты скоро придешь. Пусть имя Твое будет прославлено, возвеличено в нашей жизни, в нашей церкви. Имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Слава Богу за Его великую благодать. Закон – это неплохо. Закон регулирует отношения. Когда есть закон, есть определенный порядок. Мы, люди, устроены так, что когда у нас есть закон, мы, как правило, любим выполнять минимум закона. Вот минимум того, что требуется, сделали, и все. А благодать? А благодать – это сверх. А благодать – это изобилие. Благодать – это когда я не просто делаю тебе, даю взамен то, что ты мне сделал доброе, я тебе сделал доброе, ты мне сделал плохое, я тебе сделал плохое. Ну, так по закону. Око за ок, зуб за зуб. А благодать – это больше. А благодать – это Иисус Христос. А благодать – это Его жизнь. Благодать – это не по заслугам, но по милости. Благодать – это прощение десяти тысяч талантов. Невообразимый долг прощен. Вот это благодать. Слава Богу за Его благодать. Пусть Бог поможет нам жить благодатью, жить по благодати. Возможно, вы слышали, сегодня были здесь, находились здесь, и, может быть, Господь говорил к вашему сердцу, и в какой-то мере, я надеюсь, вы исследовали свое сердце, и, может быть, вы обнаружили, что вы до конца не понимаете благодать. Что вы не живете по благодати. Я сегодня хочу предложить начать жить благодатью, если вы никогда не жили благодатью, если вы, может быть, пытались когда-то своими делами достичь Божьего благоволения. Своими делами как-то так угодить Богу, делами, чтобы Бог что-то доброе сказал о вас. В Библии сказано, что делами перед Ним не оправдается никакая плоть. В Библии сказано, что без веры угодить Богу невозможно. Я хочу сегодня сказать, если у вас есть желание начать жить по благодати, если вы, даже ходя в церковь, даже, может быть, будучи членом церкви, находите себя, что по-настоящему вы, на самом деле, не знакомы с благодатью, придите к Христу сегодня. Не на основе вашей праведности, не на основе ваших заслуг, но придите ко Христу и попросите Его благодати. Давайте мы сейчас споем пение, замечательное пение 11.96. Братья, пожалуйста, 11.96. Я в бессмертии иду, мы споем его стоя. Замечательное пение, вот в конце этого богослужения мы споем это пение, пение, которое выражает силу, надежду, веру в Бога, что на самом деле, несмотря на то, что мы отправляемся с сегодняшнего дня или с завтрашнего в обыденность, в эту трудовую неделю, на самом деле наш путь в этой жизни не имеет, скажем, он небессмысленный путь. Мы на самом деле идем в бессмертие, мы идем к Богу, и да поможет нам Бог быть верными Ему, жить по благодати, жить для Него. Если Господь касается вашего сердца, вы хотите поправить свои отношения с Ним сегодня? Во время этого пения выйдите вперед, мы помолимся с вами. Давайте споем. Я в бессмертии иду. Я в бессмертии иду, наступая на зло, и скорбей, и страданий дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Знаю я, что мне можно, и что мне нельзя, Знаю, что хорошо, и что плохо. Знаю, что на земле существую не зря, Потому что я верую в Бога. Знаю, что на земле существую не зря, Потому что я верую в Бога. Против истины войска ведет сатана, Духи слабо, молчи и жестоко. Ждет меня впереди неземная страна, Потому что я верую в Бога. Ждет меня впереди неземная страна, Потому что я верую в Бога. Даже если встречаю следы катастроф, Исчезает из сердца тревога. Как подумаю я, что есть любящий Бог, То я счастлив, что верую в Бога. Как подумаю я, что есть любящий Бог, То я счастлив, что верую в Бога. Нет от радости слов, побеждаю я зло, Ною найдена небо дорога. На душе у меня и тепло, и светло, Потому что я верую в Бога. На душе у меня и тепло, и светло, Потому что я верую в Бога. Аминь. Потому что я верую в Бога. Наше служение подошло к концу. Вы знаете, можно по-разному даже отнестись к этому факту. Кто-то может сказать, ну вот, слава Богу, служение закончилось. А кто-то может сказать, неужели так быстро? Это у меня такое впечатление, потому что утром было служение 3 часа, вчера целый день было, позавчера тоже было какое-то время 2,5 часа. И уже как-то смотришь, всего лишь полтора часа. Так быстро, так быстро время пролетело, так быстро служение прошло. Но, я понимаю, время приходит, мы сейчас будем молиться. Я хотел бы несколько слов сказать, несколько объявлений сделать и нужды к молитве. Пожалуйста, когда будете выходить, там на столе есть молитвенные листки для недели молитвы, поэтому возьмите их. Несколько слов, пару объявлений еще. У нас Братский совет будет в воскресенье, то есть во вторник вечером в 7 часов будет Братский совет. Пожалуйста, Братский совет общий. Братья, Братский совет, пожалуйста, обратите на это внимание. В субботу в 10 часов утра мы планируем семинар для служителей. Этот семинар будет посвящен пресвитерскому служению. Мы хотим провести, хотим пригласить всех служителей, и проповедников, и деканов, и пресвитеров. Мы хотим поговорить о том, что такое служение, и особенно, в частности, остановиться на пресвитерском служении. Поэтому, пожалуйста, с 10 часов мы вас ждем. Мы планируем провести целый день, примерно часов до 5. Здесь мы надеемся, что будет обед у нас, чтобы можно было это сделать. Также, насколько я помню, думаю, что не изменилось, наверное, но у нас должно быть еще для детей, такая воскресная школа будет проводить праздник такой рождественский, с днем рождения Иисуса, или день рождения Иисуса. Так что, тоже это должно будет проходить тоже в субботу. В воскресенье у нас будет хлебопроломление. Будем готовиться к тому, чтобы участвовать в Вечере Господней достойно. Будем вспоминать ту благодать, которую Господь явил нам через жертву Иисуса Христа. А также после служения у нас должно быть короткое членское собрание в воскресенье после утреннего собрания. Еще хочу сказать о том, что вот есть такая просьба, сестра Лида улетает в Молдову, просит помолиться о перелете. Ну и также сестра Людмила просит в церковь помолиться о благополучном приезде сына с семьей, чтобы Господь сохранил их пути. Я хотел бы спросить, может быть, у кого-то есть привет, и можно передать их сейчас. Виндер, хорошо, спасибо. Целый мешок приветов привез, начинаю перечислять. Церковь Вифания, церковь Вифиль, церковь Вифания Кишинев, церковь Вифания Бельцы, церковь Ковчег, Бельцы, церковь Голгофа, Бельцы, церковь села Риуцел, церковь Чадерлунга, от братьев из Гагаузии, церковь села Кангаз. Все эти приветы передают вам дети Божьи из Республики Молдова, благодаря от Господа за его милость к ним. Я хотел бы спросить, может быть, у кого-то есть еще нужды к молитве, и, пожалуйста, вы можете передать сейчас. Если нет, то за переданные приветы давайте, скажем, сердечно благодарим, ответные приветы передать просим. А сейчас давайте помолимся Господу. Господь, мы так благодарны Тебе за Твою благодать, мы так благодарны Тебе, что Твоя милость, Твоя любовь так велика, Господи. Только благодаря этому мы здесь. Слава Тебе за это, Господи. Помоги нам верить в это по-настоящему, помоги нам жить и иметь вот эту несгибаемую веру и надежду на Тебя, Господи, чтобы этот мир, дьявол, который, как рыкающий лев, ищет кого бы сбить с пути. Господи, помоги, чтобы он никогда не имел успеха по отношению к нам, Господи. Я прошу Тебя, помоги нам верить Тебя искренне, любить Тебя больше жизни своей. Я прошу Тебя, Господи, помоги нам и нашим семьям иметь эту благодать, которую Ты даешь, которую мы получаем от Тебя. Я прошу Тебя, Господи, благослови мужей в своих семьях являть благодать Твою. Я прошу Тебя, благослови жен жить благодатью, Господи. Я прошу Тебя за те семьи, в которых нет мира. Я прошу Тебя, чтобы Твоя любовь, Твоя благодать поселилась в сердцах, Господи. Я прошу Тебя, чтобы Ты помог нам учиться жить в благодать. Благодарим Тебя, Господи, за Твою милость и любовь к нам. Благодарим Тебя, что Ты питал нас сегодня Словом Твоим. Благодарим Тебя за то, что Ты так чудно благословляешь нас. Благодарим Тебя, когда мы разойдемся отсюда, помоги нам понимать, что после вот этого короткого перерыва, когда мы могли питаться в церкви, у нас начинается время служения, время служения в этом мире. Ты послал нас в этот мир, послал нас с определенной целью, послал нас, чтобы мы были светилом Твоей любви, благодати и добра Твоего. Поэтому помоги нам, спасенным благодатью Твоей, делать добрые дела, потому что Ты так поступаешь. Помоги нам, Господи, поступать по Твоему характеру. Благослови нас, благослови семьи наши, благослови наших детей. Мы просим Тебя, чтобы Твоя рука была над нами. Храни нас в руках Твоих, оберегай нас, храни и помоги во всем. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром, Господи!